Ой, девочки, ползу. Сейчас, мои родные, включу свет. Включу свет. Ой, девочки, всем здравствуйте. Девочки, сегодня поминальный день. Считается во вторник, девочки. Ну, начинают поминать воскресенье, потому что люди работают, и так всегда было. Дай Бог, чтобы у людей получалось во вторник пойти на кладбище, помянуть своих родных. Мы во вторник помянем дома. Да, девочки? А на кладбище мы должны были сходить. Но мы сходили сегодня на одно кладбище, завтра на второе. Девочки, Царство Небесное. У кого кто умер, кто сегодня поминает. Царство Небесное вашим родным, близким, знакомым, друзьям. Ой, да так тяжело говорить вот эти слова. Царство Небесное. Кошмар. Кошмар. Мы только пришли. Девочки, знаете что? Вот так неохота. Вообще даже не хочется уже ничего говорить, то, что каждый раз одно и то же. Девочки, не хочется уже говорить это. Вы меня уже узнали здесь полгода. И я вам это уже сто раз говорила. Сто раз. Сколько волка не корми, он все равно в лес будет смотреть. Поехали как люди мы втроем. Встретились на квартале. Я Оля и Волка, брат. Я взяла покушать. Как положено все. Ну, не было тарелок, не было. Ну, вилочку взяла девочки. И то рыбную. Знаете, трех это самое. И она рыбная маленькая вилочка взяла. Потому что взяла баночку печени трески. С дому. Думаю, сюда беру. Вон стоит. И никак мы не покушаем. Вот. А там с удовольствием мы сели. Я намазала всем хлебушки с печенью трески. Ну, как полой. Язычок. Колбаска я купила. Сухой колбаски. Котлетки у тех, что вчера жарила. Я все сложила. Все порезала. И сразу все в фольгу замотала. И все взяла. В АТБ я только взяла пол-литра, наверное, девочки. Не литра. Пол-литра, да. Томатный сок. Литровую, думаю, взять. По глотку выпьем. И будем тягать потом. Ну. А что нет, тяжесть вот такую. Как раз хватило нам. Пол-литра сока томатного сандора. Вот. Что я еще? Пол хлеба взяла в АТБ. А с дому все. Огурчики свежие. Я их принесла назад. Мы их даже не это самое. А еще взяла грибной, девочки. Вот этот. Ну, как кетчуп. Грибной соус. Пакетики. Очень даже вкусно было. С печенью трески. И этот грибной соус вкуснятина. Мы по два бутерброда съели. Как раз четыре бутерброда. Шесть бутерброда. Да. Ну, подожди. Волка. Волка половинку себе отломала. В общем, девочки. Какая разница? По два. Я съела два. А кто, как они там съели? Ну, не знаю. Вот. Взяла, девочки, на троих. На троих. Взяла 0,37 бутылку водки. 0,370 грамм. На троих. И маленькие стаканчики разовые взяла. Купила. Вот эти. Которые рюмочки. Не стаканы, а рюмочки. Все. 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 И маленькая такая скатерочка была. Покушали девочки. Наелись. Ну, что надо. Сидели, отдыхали. Сидели, отдыхали. А в этого же, наверное, с собой что-то принес. Пошел. Я, говорит, я пошел. Ну, я пройдусь, я посмотрю. Я говорю. А мы с Олей говорим. Смотрите, далеко, чтобы вместе домой назад поедем. И сюда придем. Я говорю. Я же вчера еще говорила. Я говорю. На кладбище не пить. Ну, я взяла. Думает. А ладно. Ну, что мы так будем сидеть? Все взрослые уже деды. Дед и две бабки. И вот так сидеть. Вот. Все же хорошо, девочки. Ну, а что там пить? 370 грамм на троих. По 100 грамм. Вот. Аж ничего. Ну, и все. И пошел, пошел где-то. Внимание. Мамы с Олей ждем. Ждем. Дом, где же он? Может, кого встретил где-то или еще что-то. А потом идет. Я уже смотрю. Крылья уже расставлены у него. Ну, и все. И ушел домой сам своим ходом. Мамы с Олей своим ходом. Потому что я не могу вот это видеть. Ну, и все. Пришли сейчас с Олей. Девочки, ничего вроде не делали. Мы были сегодня у Кольки у моего. Вот. Народа девочки мало. Очень много могил, до которых не поприходили. Которые были всегда люди. Очень мало людей. Прямо аж не верится. Девочки, а как там хорошо сидеть? Это село называется Дорогое. И рядом Царское село называется. Девочки, какая там природа. Вот так сидели мы за столиком у него. Две лавочки. С одной стороны и с другой. Ну, мы сели вот так вот с Олей, чтобы прямо смотреть вдаль. Девочки, там футбольное поле. Оно такое какое-то шел. Ну, такое сельское какое-то. Не какое-то там знаменитое. А такое. Девочки, на этом поле. Три коровки пасутся, привязаны. Потом я смотрю, дед пошел. Наверное, штук. Да больше десятка козочек погнал. Там же травка какая хорошая. Молоденькая вот эта. Вот. Козочки. И так он с ними там вот только вывез. Че вывел их. Мы только пришли. И так мы и уходили. Он так с ними там и пасется. Ну, там на чем-то сидит. Может, какой-то стульчик с собой берет. А козочки там вот это в своем табуне. В этом маленьком, кругленьком. Они так, ну, в кружок все. Вот. Я Оле говорю, глянь, какая красотища. Тишина такая. Девочки, огороды вот так под горку идут. Девочки. Люди как-то садят, че под веревочку, че какие-то приезжают. Геоты. Геоты. Эти строители, которые вот это, знаете, выставляют, чтоб уровень. Какая красота, Кроун. Красота и тишина. У Кольки, конечно, у Коли, у моего жениха. Вот то, что мы танцевали с ним, есть видео. Ой, девочки. Вот это ж 16 мая будет 5 лет, как он умер. Крест как поставили, так и стоит. Табличка. Не нержавейка табличка, а какой-то металл, что пишут вот это красками. Уже почти фамилии будет не видно скоро. Хорошо, что я знаю, где он похоронен. Ориентир какой. Скоро не будет видно. Я там не хозяйка. Чтоб что-то сделать, хотя бы табличку свою прибить. Я там не хозяйка. Там хозяйка сестра. Столик она была поставила и две лавочки. Все ржавое. Я не знаю, я так руки, но я хоть и старалась на вот эту скатерочку, что я взяла ложить локти. Но все равно, наверное, куда-то надо пальто. Я пальто была, девочки. Хорошо, что пальто. Мы с Олей капюшоны понапяливали и позавязывали. Витруган такой и холодный ветер. Я зонтик с собой взяла, но я его не раскрывала. Вот. Солнце, витруганище и не жарко. Слава Богу, что у меня ума хватило одеть пальто, а не ветровку и в одной футболочке. Я бы там заклякала, задубанила бы. Вот. Ну, вот я вам такие новости. Ну, это столики, лавочка. Лавочки, ну, деревянные нормально хоть, а столик ржавый полностью. Могила уже там, земельки чуть-чуть у него. Горбика уже почти скоро не будет. В общем, все. Я не хозяйка. Ну, кто-то был. Я купила ему тюльпаны. Букетик тюльпанов этих, искусственных. Хороший букетик. Я даже не знаю, сколько там штук, но букетик. В одном это самое, хорошие тюльпанчики, ну, вставила. Вот. И стояли. В прошлогодний мой букетик стоял. Вот. И, наверное, сестра была у него после меня в прошлом году. Я так сидела в то время, смотрела, Оля, говорю, хоть бы не прозевать. Хоть бы она, она, Оля, да, она сегодня не приедет. И точно. Слава Богу. Я еще, знаете, что сегодня поехала? Я сто процентов уверена, что она всего... Дай Бог, чтобы она завтра, сестра, приехала. Вот. А она поедет. Насовско-Литовское кладбище сегодня поехала. У нее там отец и бабушка. И, девочки, я не знаю, мать живая, Кулькина или нет, тетя Таня. Я не знаю это. Знаете, что я не знаю? Она даже не знала, что он умер. Сестра Лариска ей не говорила. Она его так любила. Он же с ней жил. Скуплялся ей. Они жили хорошо. Тихо-життя, вы поняли? Пожилая мама и 55-летний сынок. А Лариска жила сестра своей жизнью. Вот. Ну и все. И тоже она на похоронах и на 9 дней говорила, что маму похоронят возле Коли. Вот. И будет потом памятник один на двоих ставить. Ну, плиту. Разные фотографии, имена только в одном будет. Вот. Я там ничего не могу делать. Я там не хозяйка. Она хоронила. Она платила за место. И она заняла место матери. Как она сказала. Оплатила. Вот. Если с мамой что случится, хоронить будет тут. Я уверена, 100% она хоронить ее не будет возле него. Она похоронит на Соско-Литовском кладбище. У них же отцы разные. А там похоронен ее отец. И мамина мама, бабушка. Вот. Она похоронит возле отца и мать. Правильно? Что она будет возле Коли, неродного брата по отцу. Правильно? Правильно. Она похоронит там мать. Ну, а Коля останется. А я, девочки, никак не узнаю, где она и что она. Потому что она квартиру эту продала. Вот. Мать забрала и чухнула куда-то. Купила где-то домик. Я даже не помню, где. Где-то в сторону Волоском. Это мне соседка одна там сказала. А где? Она никакие адреса свои ничего не пооставляла. Вот и все. Я никогда ничего не узнаю. Я так вот усидела. Думаю, хоть бы она не пришла. И не хочу ни с кем встречаться. Так, что Коля стоит, как. Я сидела уже. Оля пошла тоже пройтись. Вот. Искали девочки. Туалетов нет. Люди бедные бегают. И нету таких, знаете, девочки, как вот есть посадки и кусты. А там нету. Там, ну, где-то можно найти. Оля пошла, говорит, я не могу в туалет хочу. И пошла вот, а искала туалет. А я сидела вот, сидела и ревела. Вот так вот. Там, конечно, можно хоть земли натягать, девочки. Ну, так у меня нет силы это делать. У него сын есть, который, наверное, никогда в жизни не пришел и не придет. У него внучка, девочка, наверное, уже лет десять есть уже. Никто не придет. Вот сегодня поминальный день, никто не пришел. Ну, я посмотрю, девочки, не знаю, шестнадцатого, может, поедем с Олей сядем. Ну, если будут маршрутки. Маршрутки ходят хорошо, одна за одной. И прямо на кладбище. Без всяких куда-то заездов. Эти, которые едут в ту сторону всегда. Только они там заезжают куда-то. Ну, как маршруты. А сегодня без заезда куда-то. Каким-то, ну, какие-то аппендициты. По прямой на кладбище. Вот. Так, пятнадцать гривен проезд. Вот. А платили все абсолютно. Не было пенсионного, ни у кого ничего. Никаких льгот. По десятке. И водитель сразу выходил с маршрутки. Стоял возле двери. Чтоб не передавали. Кто передал, кто не передал. И сразу забирал деньги. Давал сдачу. И заходили в маршрутку. Вот. А то, что потом, если зайдут, знаете. Тот передал, тот не передал. Потом начнется, я не буду ехать. Не все передали. В общем, короче. Не пускал никого. Стоял на дверях. Ну, и правильно. Вот. Ну, и все. Никаких нигде не было. Ни приключений, ничего. Как нам писали, что... Говорили, что ой, милиции будут дежурить. Это самое. Никого нигде не было. Ну, может быть, на каких-то больших. Это все-таки небольшое кладбище. Это же как сельское считается. Ну, может, на городском. Вот, на Краснопольском. Не знаю. Завтра мы поедем туда. С Олей вдвоем. Без всяких... А завтра у него день рождения. Вот уха исправляет свой день рождения. И сидит вот там чманеет. Я Оле сказала. Вот уха, она говорит. Так завтра у него и день рождения. Вот так взять, обосраться перед нами. Я говорю, мне уже это надоело. Я говорю, все. Разговор закончен. Что сказала? Сходим, я говорю. Посидим там. Помянем. А сюда придем и сделаем обед себе. Что есть? И кушать, и выпить. Если все есть. Если тебе так хочется. Так с нами посиди хоть. И нормально поговори. Вот эти все годы мы ездили. Вот я же уже пять лет. Я раньше не знала, что там кладбище есть. Честно вам говорю. Вот. И мы тот первый раз, как приехали, когда поминать его. Ну, когда похороны, оно как-то, знаете, что мы там, что-то смотрели. Когда такое горе случилось. Когда такое горе случилось. А уже когда поминать уже приехали на следующий год. Вот тут, да. Девочки, столько людей было. Такие богатые памятники у всех. Такие люди памятники ставят. Оно и называется дорогое. Потом действительно и дорогое все. Девочки, слышите? Вот так спускаемся, идем. Ну, с горы. То с маршрутки вышли. И так же по прямой на кладбище. С левой стороны. А там только с левой стороны оно и есть. А справа, девочки, дома уже люди. Тоже, девочки, слышите? Такие дома там. И так возле кладбища. Я бы никогда не захотела так жить. Боже упаси. Не дай Господь. Не, чтобы я с окна видела кладбище. Не, не. Это не для меня. Слышите? И это. И то идем, девочки. Кто-то занял восемь могил. Один похороненный, ему памятник стоит. А восемь все плитой залито. Ну, вот этим. Ну, не плитой, а вот этим. Ну, раствором, да? Цементом, цементом. И восемь осталось вот этих, этих. Сверху камушками засыпано. Это, прикиньте, девочки. Вот такую сделали высоту. Целый пьедестал там. Вот. И восемь этих ячеек. В одной похоронены, а семь пустых. Это, прикиньте, на всю какую-то, наверное, родню. Все живые, но уже всем сделали вот эти. Вы поняли. Ну, все цементом. Там все люди останавливаются, смотрят. Ну, а что люди выкупили сразу, девочки. Уже себе каждый, наверное, и рассказал, где кого похоронить. Почин кто-то сделал один. И семь теперь пустых. Лавочка со столиком стоит. И семь это самое. Прямоугольников. Фу. Я не хочу такое. Ну, а что, а так, девочки, сразу выкупили, а так, подзахоронят кого-то. А так, деньги у людей были и заплатили. И жить буду теперь, хоть живут сто лет. Хаяну лучше вот так все и стоит. Сейчас у Соли сидели, Оля там осталась. Я говорю, давай что-то делай. А что кушать? Что-то придумаем сейчас. Я говорю, я и кушать не хочу. Она, я уже покушала. Я говорю, я нет. Не хочется и кушать. Хоронили одного дедушку. И вы знаете, девочки, много было людей на похоронах. Как раз вот так вот. Ну, метров, может, десять от нас. Я смотрю, приехали две эти самые. А да. И много, и молодежь. Наверное, внуки были, плакали. Молодежь плакала. Старенькие уже. Да, ну, видно, что старенькие очень. Дождались, пока закопали, пока уложили цветами все, венками все. То обычно, знаете, как по земельке кинули, и все хода уже бегом. Все дождались, и все разошлись. Думаю, так вот, напоминальный день и похороны. Виктор, брат, так, двоюродный. Вот один раз я его взяла. Один раз, да, с собой до Колькина кладбище. Так он вообще вспоминает, говорит, Люда, когда мы поедем до Николая Николаевича? Что, возле него посидеть? Я вот то подошла, говорю, подъем. Глянь, кто пришел. Вся твоя компания любимая пришла. Сижу, то плачу, говорю, Господи, хоть бы так вот приходить, да, девочки? Хотя бы в этот день родные поднимались, с нами посидели, и все. Хотя бы раз в год. Но мало людей. Или повыезжали люди, или просто боятся. Мало решеток на кладбище шарахнут. Девочки, он язык остался. Я вчера три порезала, помните? Ну вот, а один остался. Я, он его взяла с луковичкой в ковши, кинула, думаю, хай покипит. Чтоб горяченький был, я включила. Думаю, хай покипит, сейчас мы снули. А что, картошки нету? Я не хочу и картошки. Яйца есть, колбаска есть, язык. Что нам надо, девочки? Девочки, ну, очень вкусно. Вот это с этим, остался у нас этот грибной соус. Такой вкусный. А тут есть еще баночка печени трески, но небольшая. А килька есть. Мы вчера больше загрели, его так и не ели. Оля говорит, что с борщом делать? Я говорю, заноси назад. Все, греем его. А вы что? Ваши шейки, не забывайте. А где? А не там, Оля, занесла. У вас кастрюля шеек еще. Надо вам подогреть их, наверное, да? Видите, муха залетела, падла. В общем, девчонки, вот так мы хорошо посидели, помянули хорошо. Ну, как вот так вот, чтоб не быть человеком, девочки? Ай-яй-яй-яй-яй. Патя лепался. Уже что-то Оле там сказал, мата загнул и пошел. Я говорю, так а идет к черту. Она, он дойдет хоть. Я говорю, дойдет. Башкой надо думать было. Кого ты обманул? Кого ты наказал? Сам себя. Вот завтра день рождения отмечай. Сиди. С пустым столом. Деловой. Это залетела, муха. Так, девчонки, сейчас поставлю. А где я даже не знаю, где эти шейки? А ну, дикуся, малыш. Тут их нету. Куда Воля их притулила? А я и не помню, где они. Девочки, а где шейки? Вы не знаете? А, девочки, по-моему, они вот тут. Если я не забыла. А ну-ка. Что-то мы тут прятали. Да, девочки, вот они. Я Оле говорю, давай шейки сюда. Вот они. О. Девочки, тут холодец. Тут не шейки, а целый холодец. Дикуся, малыш. Девчата, тут холодец. Сейчас я вам разогрею. О, девочки. Оно застывшее все. Дикуся, малыш. Сейчас я вам сделаю и кину сюда пшенца вам немножко. Сейчас мамка вам сделает. Девочки, сейчас я им сюда кину какой-то кашки. Такой, знаете, чтоб не это. Не густая была. Ой, оно не шевелится. Девочки, оно ж язык застывает, когда варится. И кило триста шеек. Вы поняли? Холодец. Сейчас я какой-то каши кину. Да? Будете кашу кушать? Я б вам сделала пюре нема. Оля отдала конфетку. Не ест. Дикуся съел, а малышок он взял себе на это. На диванчике лежит, на нее смотрит. Оля им кока вареная дала только ше. Подлатались о Оле, да? Подлатались? Ой, девчоночки. Вот и все. Теперь троица впереди, да? Троица. А ну, где рождение? Вот идут троица. А там девочки спас. А там и Новый год. Девочки, спасибо вам огромное за комментарии. Сидела в трамвае и ехала. Не, на кладбище сидела. Читала комментарии. Там одна мне девочка написала. Девочки, не комментарии. Мне как-то неудобно даже называть вот это комментарием. А что это такое? Комментарий. Письма, девочки. Целые письма. Что я ревела сидела. Читала и наявилась. Спасибо огромное. За ваши пожелания. За ваши... И смешное пишите мне. Что я читаю и улыбаюсь. Или читаю и плачу. Как нормальный человек. Спасибо огромное. Да ты посмотри, аж я испугалась. Девочки, представляете? И вы, наверное, кинулись. Дик залез. А малыш что-то на него, что-то это самое. И кинулся на него. Я ж гаркнул. А я же это смотрю. Думаю, что сейчас будет? Фу. Что это за фуриганье? Я не знаю, если так дальше будет. Что делать? Я вас расстелю. Один внизу в огороде будет жить. Один тут. Потом помахаете хвостами. Девочки сидели. Все люди кушали. Одни впереди там сидели. Так долго. Наверное, человек их там, девочки, до 15 было. Подходят и подходят. Подходят и подходят. От родня сходятся и сходятся. И все сядут и сидят, девочки. Там такая... Девочки, там природа. Ты сидишь прямо, смотришь, как телевизор смотришь. Впереди красотища. Эти деревья как подстриженные стоят. Эти огороды ухоженные. Что-то у кого-то взошло. Или черные стоят ровненькие. Боже, нигде ни травынки, нигде ничего. Ты сидишь, как будто... Вот только, помните, девочки, какое было кино? Робинзон, Крузо, да? Вот иностранные фильмы. Я не знаю, кто там... Что он выходил с попугаем. Да? Сидел и смотрел телевизор. Это... Сделал себе телевизор. Ну, просто. И на море смотрел. Вот такая красота. Да, если бы еще и море было, девочки. У меня, девочки, наверное, лет пять тому назад, да. Я еще перед коронавирусом ездила... Ну, сестра двоюродная поехала в Генический. Меня вот позвала. Вот. И я через два дня, по-моему, приехала. А Оля не смогла. Чтобы я Олю не взяла. Оля с работы ее никто не отпустил. Вот. И я поехала. По-моему, я там была две недели даже. Десять дней, девочки. Я, девочки, имела право. Моя мечта сбылась. Знаете, что? Я брала кофе. Делала. И где-то метров, наверное... Ну, может, метров сто- сто пятьдесят до моря было. Где мы остановились. Там детские, раньше тренерские лагеря были. Днепр. И мы там в комнату на двоих. Ну, комнаты. Четыре кровати там было. Вот. Ну, детские комнаты. Когда лагерь был. Вот. Детские комнаты. И там было четыре кровати. Какие-то, ну, тумбочки. Ну, хорошо было. Вот. На коридоре были холодильники. Туалеты на коридоре. И эти. Души. Хорошие души. Душевые кабинки уже современные были. Я, девочки, с утра вставала и газовала на море. Врала кофе, девочки. Семь утра. Людей мало. Еще выходит. Ну, выходят девочки. Зарядку делают. Делают. Бегают. В основном. Гадами, как мы. Молодежь спала. Вот. И я садилась на... Ну, там такая горка была с песка. И я садилась. И вот это сидела и смотрела на море. И на восход солнца. И вот это все только просыпается. Девочки, какая красота. Это я пять лет назад была в Веническе. Какая красотища. А потом мы шли, девочки, на грязи. Мазюкались. И какие-то озера там. О, Оля газует. Морды девочки позагорали. Сидели ж пообветривались. Оно ветер и солнце. А сейчас потом едем. Я говорю, у меня лицо печет. А Оля говорит, а я крема... А каким ты кремом мазала? Просто... Тональным. Тональным? Да. О, девочки, слышите? На кладбище. Я взяла зеркало. А чего ты тональным? Что ты там хотела? В кухню к окну. И решила замазать тональным кремом. Что? Морщины? Морщины. То само собой. Хотелось более выглядеть лучше. Женихов найти, да? Ага. Вдовцов. Да. Я думала, ты таким кремом, чтобы не обветриваться. А ты еще и тональным. Конечно, умывайся. Сейчас умывайся. Я даже таким не захотела. Потому что, девочки, намажешься кремом и сразу глаза так слезятся. Да, у меня. Да. А я думала, ты таким. Ладно, девчонки. Сейчас я какую-то кашу кину. Будьте здоровы. Спасибо, девочки, за комментарии. Я все отвечу всем. Спасибо. 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 Спасибо.